Кабинет стал намного светлее, красивее, и я думаю, что детям будет здесь заниматься значительно приятнее. Это последние штрихи. В нескольких местах осталось докрасить пол, фойер, разместить зеленый уголок, и можно праздновать новоселье. Старую школу старой Суртаки вдохнули новую жизнь. Так, вот здесь видим сразу в коридоре линолеум. Вот кабинет физики. Здесь тоже заменены окна линолеум. Линолеум постелили и в лаборанских. Экскурсии по школе директор готова проводить часами. Впрочем, еще бы. Теперь здесь не хуже, чем у городских, говорит Лариса Николаевна. Есть что показать, чем похвалиться. Благодаря прямой линии с президентом России Владимиром Путином о проблемной школе в Старой Суртаки узнала вся страна. К главе государства обратились родители учеников. Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, решить нашу проблему, чтобы не погибло село. Закроет школу, село погибнет. Я бы хотел, чтобы губернатор, он сейчас у нас на связи, исполняющий обязанности губернатора, чтобы он обратился к этой проблеме и помог сохранить эту школу. В итоге школу не только сохранили, но и отремонтировали. Так снаружи трещал фасад. Фундамент по всему зданию замазан, затерт, забелен. В углу разрушалась стена, вымыло водой. Там кирпич буквально вываливался, там дыры были вовнутрь. Ступеньки от центрального входа так и вовсе просели. Это лишь малая часть больших проблем. За 19 лет здание серьезно пришло в упадок. Растеряла школу и часть преподавательского состава. Свободных вакансий было 7. Теперь штат укомплектован. На сегодняшний день все кадровые проблемы решены. Учитель химии к нам даже из ТВ едет. У школы есть будущее. Именно так президенту еще в июне ответил в Рио губернатора региона Виктор Томенко. Обещание сдержал. На ремонт из резервного фонда края выделили около 3 миллионов рублей. Для детей, которые вынуждены добираться в школу из других поселков, купили новый автобус. Нужно было здесь немножко провести ремонт. Вот сейчас мы все вместе посмотрели. Уже завершающая стадия. Но надо, конечно, все доделать. И к середине августа быть готовыми допустить школу к новому учебному году. Новый учебный год начнется здесь для 36 ребят. Через несколько лет, скорее всего, будет больше. Группы в детском саду по соседству буквально переполнены. Некоторые родители уже пообещали, что не поменяют место жительства, когда есть такая школа в знаменитом на всю страну поселке. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Кирилл Политов, Алексей Физин. Наши новости.